Бегущий ведущий. Это шокирующее интервью. Бегущий ведущий. Разговор со звездой. Бегущий ведущий. Это Алексей Бегун. Человек может всё. Вперёд, обезьяна! В живых останется только первый. Вот он до чего его довёл ЗОЖ. И суток мне не хватает. Заставить себя делать то, чего ты не хочешь делать, чтобы получить то, что ты хочешь получить. Не гонять дерьмо в башке. Лучи его мудрости ослепляют наши слабые разумы. Когда хозяин выйдет с двусловкой, у него же жидкий кал будет. Люди с незначительными обидцами мне неинтересны. Я хочу, чтобы вокруг меня были совершенные люди. Такого, какой ты есть, тебя примет только военкомат. Я какая-то совершенно бесполезная сволочь. Один из мах страниц может изменить картину мира. Это был бы мир без шлахтера. Бегущий ведущий. Мне сегодня пришёл. Ой, какой интересный гость. Ну, во-первых, это психолог. Во-вторых, это тренер. В-третьих, это писатель. В-четвёртых, это и так далее, и так далее, и так далее. Можно причислять его, как это прям, даже не знаю, как назвать, статусы очень-очень долго. Итак, самое главное, что это мастер, мастер своего дела. Вадим Шлахтер. Здравствуйте. Приветствую, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет всем, кто меня слышит. Ну что, как настроение? Как всегда, великолепное. Я вот помню, как к вам позвонил на дня, говорю, как у вас настроение? А вы такой, я же психолог, у меня всегда должно быть настроение прекрасное. Это вот почему так? А это даже не потому, что психолог. Это стереотип какой-то или что это? Очень много психологов, достаточно сумеречных таких, сумрачных людей и угрюмых. Нет, скорее, это просто образ мысли, образ жизни и моделирование реальности вокруг себя. Ага. Создание вокруг себя некоего поля положительных эмоций. Это излучение положительных эмоций. Просто, если вы находитесь в состоянии разогнанной психики, если вы находитесь в состоянии, когда вас прет, то все люди вокруг вас, которые находятся, их тоже начинают переть. У них все начинает получаться. Срастаются дела, которые раньше не срастались. Получаются какие-то вещи, которые раньше не получались. Если он не мог сделать подъем-переворотом на перекладине, он легко делает подъем-переворотом. Если у него не получалось преуспевать по какому-то предмету, он преуспевает по этому предмету. Все получается великолепно, если рядом находится человек с разогнанной психикой. То есть я правильно понимаю, если рядом вы, у всех все получается? Не только я. Это можете быть и вы, потому что вы очень высокоактивные. Я обратил на это внимание. У меня фамилия соответствующая. Естественно. Поэтому вы тоже можете создавать вокруг себя это поле. Вообще вы очень позитивный человек, Алексей. И вы создаете вокруг себя вот это позитивное поле. Причем высокая активность, она транслирует это вокруг вас. Наверняка вокруг вас то же самое происходит, что вокруг меня. Интересная концепция. Вы написали книгу о сверхчеловеке. Ну, я сразу скажу, человек, который написал сразу, ну не сразу, конечно, за свою жизнь, причем очень молодой человек у меня сегодня сидит, и написал уже 17 книг. Одна из книг, или даже не одна, посвящена такому понятию, как сверхчеловек. Что такое сверхчеловек? Сверхчеловек – это тот, кто обладает сверхвозможностями. Возможностями, которые для обычных людей недостижимы. То есть возможности, которых у обычных людей нет. Мой сверхчеловек отличается от сверхчеловека Фридриха Ницше, которому, как известно, все позволено, поэтому он сверхчеловек. Нет, мой сверхчеловек немного другой. Мой сверхчеловек – это тот, кто обладает сверхъестественными возможностями. Сверхчеловек – это не личность, это состояние. Это не Алексей Бегун-сверхчеловек, а Алексей Бегун в состоянии сверхчеловека, который может делать то, что Алексей Бегун в обычном своём нормальном состоянии сделает не в силах. Вот научиться настраивать себя на то, чтобы вы могли сделать что-то невозможное для обычных людей, это может быть какие-то формы изменения настроения людей, изменения состояния. Вот одна из моих идей глубоких, это создание совершенного мира совершенных людей. Я хочу, чтобы вокруг меня были совершенные люди. Что значит совершенный? Смотрите, я скажу вам, что такое совершенный мир, а вы подумайте, что такой будет совершенный человек. Так. Смотрите, совершенный мир — это мир, в котором не будет табачных фабрик и винзаводов. Не потому, что их закроют власти, а потому, что их продукция не будет пользоваться спросом. Это мир, в котором закроются винные магазины и табачные лавки. Просто потому, что никто не будет покупать их товар Это мир, в котором закроются все больницы Просто потому, что люди не будут болеть Все больницы, кроме роддомов Эти, наоборот, наполнятся Это будет мир, в котором Будут здоровые Энергичные, деятельные люди Лишенные вредных привычек Ведущие осознанный образ жизни С рациональными физическими нагрузками Осознанным пищевым поведением Это будет самый замечательный мир И я делаю все, чтобы этот мир пришел сюда, в наш мир Интересно У меня как раз об этом и есть вопрос Я хотел в будущем его задать Но вы сами об этом сказали Я сейчас повторюсь, но написано это у вас в ВКонтакте Ваша цитата Создание совершенного мира, совершенных людей Мира, где не будет табачных фабрик, винзаводов Все, что вы сказали И вот у меня вопрос Какие шаги нужно предпринять Чтобы это было не утопией А это было реальностью Девиз одного из давних объединений людей Которые борются за прогресс цивилизации и культуры во всем мире Совершенствуя себя, мы совершенствуем мир Так То есть, работая над собой Помогая окружающим работать над собой Мы меняем этот мир Улучшая себя, мы улучшаем этот мир Ну, то есть, вот эта вот фраза Которая гуляет по контакту Начни с себя И мир вокруг изменится Прекрасная мысль Но этого маловато Начав с себя Нужно еще транслировать это другим людям Так Каким образом? Вот смотрите Я приехал в санаторий в Сочи Два года назад Утром пошел на пробежку Увидел девушку в спортивном костюме В кроссовках Которая стояла и курила Я говорю Девушка, бросайте курить Ну, зачем вам это надо? Вы такая юная, красивая Курите, ну, зачем? Прекратите Это не полезно Я говорю Поверьте, я курил много лет Бросил одним махом И курил я две пачки в день Вы наверняка курите меньше Говорит, ну, конечно, меньше Я говорю Сейчас потушите сигарету И пойдемте со мной бегать Она потушила сигарету Пошла со мной бегать Где-то через неделю Моего пребывания в санатории Со мной бегало около 30 человек Шестеро бросили курить То есть Может быть, кто-то из них снова начнет Но надеюсь, что нет То есть, я немного поменял Картину мира Людей, которые были со мной в санатории Ну, то есть, вы Вы сейчас объясняете Все вот так красиво Я подошел, предложил Она согласилась И мы побежали Ну, еще какие-то шаги же были Чтобы люди действительно Вставали на пробежки И бросали курить Совершенно элементарно В обед это Когда был обед в санатории Девушка это Потом Ее молодой человек Оказались За одним столиком со мной Я поговорил с ними Чисто случайно Они просто меня позвали Я шел с тарелкой Они Вадим, Вадим Значит, меня позвали Я подошел Подсел к ним Через некоторое время С нами бегал ее молодой человек Потом Приятель этого молодого человека Потом девушка Приятель этого молодого человека И я говорю После первой недели Около 30 человек Бежало со мной уже на пробежке Вот бежали по набережной Сочинской Прекрасной набережной Бежали по берегу моря Бежали морским воздухом Делали зарядку на берегу моря То есть Я сформировал в людях Начал формировать Вот эту привычку Вставать утром и бегать Все просто Очень А вот вы сказали Что вы бросили курить А вот какой был толчок В одном из интервью Даже во многих интервью Вы говорили Что бросить курить легко А вот самое сложное Это потом воля Все дела Вот Проявить волю Чтобы действительно Не взяться за сигарету Что произошло Что вы вот так вот Раз и бросаете курить По-любому Это не один день был Это не одно решение было Я все время написал одну книгу Меня через некоторое время назад Перестали издавать И книга Это просто гуляет по интернету Книга Это называется Книга игры в жизнь Так Я себя кстати называю Мастером игры в жизнь И мои читатели Ученики и последователи Те кто продвинулся На определенный уровень Называют себя Мастера игры в жизнь Ух ты Так вот Одна из первых глав Этой книги Это книга Железной воли Это выработка И воспитание в себе Волевых качеств Как приучить себя Любить волевые усилия Как приучить себя К осознанию того Что вы волевой человек И реально можете сделать все Добиться всего Потому что Вы обладатель Железной воли Вот Первое развитие воли Самое главное Это понять Что курить хотите не вы А курить желает Какая-то сволочь Которая сидит у вас У затылка И не подчиняется вам То есть Сидя у вас в мозгу Эта сволочь Не подчиняется вам И вот эта сволочь Хочет курить И навязывает это вам Таракан в голове Ну назовите Таракан в голове Кстати Хорошее сравнение Мне оно не приходило в голову Я это называю Какая-то сволочь Которая сидит у затылка И хочет курить Вот Когда вы научитесь Подавлять эту сволочь Вашего таракана Раздавите его То вы поймете Что вам курить не нужно Не курить лучше чем курить Я всегда говорю Когда мы выбираем Какую-то пищу Вам нужно понять Не то Какое ощущение у вас будет Пока вы ее едите А какое ощущение у вас будет Часа через три После того Как вы поели Если вы поели Нормальную Правильную Хорошую пищу То у вас будет Прекрасное ощущение Если вы съели Какое-нибудь дерьмо У вас будет Резко Такое негативное состояние Я просто Когда-то сказал Что секрет ЗОЖ Осознанного пищевого поведения Это не жрать дерьмо Не пить дерьмо И одна из учениц Выдала потрясающую фразу Она сказала И не спать с дерьмом Ну это видимо У нее что-то личное Вот Но Вот это очень важно Рациональные физические нагрузки Необходимы Утром необходима динамика Нужно подвигаться Пробудить организм Пробежаться Попрыгать Подвигаться Днем Необходимы силовые Но нужно поприседать Поподтягиваться Поотжиматься Вечером необходимы растяжки Нужно растянуться Чтобы вы легко И свободно засыпали Расслабленными мышцами Вот Не жрать дерьмо Это тоже элементарно То есть Есть несочетаемые Виды продуктов Я писал об этом В книге Продвижение ЗОЖ У меня книга Она тоже неизданная Продвижение ЗОЖ Называется Где я объясняю Что здоровый образ жизни Это философия Сейчас мощнейшая компания Против ЗОЖ Идет Рассказывает Он жрал стероиды Качал мышцы железом И умер Вот к чему ЗОЖ Приводит Ну какой же это ЗОЖ Это вообще не ЗОЖ Это близко не ЗОЖ Вот она изнуряла себя диетой Стала весить 48 килограмм И заболела анорексией Ее долго лечили Вот до чего ее довел ЗОЖ Это не ЗОЖ Абсолютно Он бежал в марафон Пробежал 41 километр Упал и умер Вот он до чего его довел ЗОЖ Марафон это не ЗОЖ Ну я убежден Я сам бегаю Каждый день практически От 5 до 15 километров То есть если у меня есть время Я бегу 15 То есть если у меня нет времени Я бегу 5 Пятерочку Вот то есть Я считаю что больше 15 километров Это уже не ЗОЖ Это уже не полезно Но меньше 5 неэффективно Вот Силовые они необходимы Особенно мужчинам То есть если мы хотим поддерживать Уровень тестостерона Который нам необходим Нам необходимы силовые упражнения Нам необходима нагрузка мышц Вот И самое главное Принцип ЗОЖ Это делать то что полезно И не делать того что не полезно Это касается всего Не полезны какие-то действия Не приводят они К положительным результатам Отказаться от них Вот А толчком бросить курить У меня Да как отказаться Так у меня это был Такой смешной момент Я просто заслукал своего На тот момент 15-летнего сына с сигаретой Так И прочел ему лекцию О вреде курения Сын молча принес И положил на стол Мою пачку Сигарет Вот Я сказал хорошо Говорю давай Честное мужское слово До твоих 25 лет Ни ты ни я Ни одной сигареты Сколько сейчас сына лет 30 И до сих пор Не курит Традиция И я не курю И мы дали друг другу Честное мужское слово Больше ни одной сигареты Но как вы понимаете Ни ему передо мной Потерять лицо Ни мне перед ним Было нельзя И поэтому ни он Ни я не курим по сей день Но это был толчок На самом деле Я бы все равно бросил курить Но может быть чуть позже Потому что я уже начал Осознавать Что это не полезно А начал курить Как многие наверное В вооруженных силах А вот там Конечно Конечно Вот просто когда Командир После пробежки Закурил И вы спросили Тарас Кептан Почему закурите После пробежки Он значит сказал Что он Я враг своему здоровью Военнослужащий Элитного подразделения А не Я сейчас перевожу На русский язык А не Человек с ограниченными Умностными способностями Который бегает Просто потому что Ему это нравится Я просто перевожу На литературный язык Вы сказали не материться Поэтому я не могу Его полностью процитировать Его высказывание По поводу пробежек Сейчас вы возродили пробежки Да Сколько вы не бегали Ну смысл не конкретно вы А вы не собирали народ Чтобы бегать Я не Где-то примерно с год Почему вы год не бегали Я бегал каждый день Ну я имею ввиду Вы и ваши ученики Дело в том что Я не увидел результата Действий То есть Просто собраться и побегать Этого мало Мои ученики Читатели Продолжатели Должны популяризировать это Приводить Должны нести Не обязательно приводить ко мне Они должны нести Они должны Во-первых приходить Заряжаться И они должны нести это людям Вот если они несут это людям Да Замечательно Значит я не зря живу на свете Я Несу эту идею Здорового человека В массы Сверхчеловека Здорового человека В массы Значит это замечательно Я не зря живу на свете Но если я вижу что Тех кто приходит Как бы Я не вижу интереса у них То я забил на это то же самое И решил Да зачем мне это надо Вот И стал работать над собой И нести В другом формате Нести ЗОЖ Распространять свою книгу Продвижение ЗОЖ То есть Нести Свои мысли Другим людям Индивидуально работать с людьми Я например горжусь тем Что один из моих учеников В Москве бросил курить Да у вас их по моему миллион Человек которые бросили курить из-за вас Человек один в Москве Написал мне Вадим я хочу бросить курить Помогите мне Я с ним поговорил Ну мы позанимались с ним немного Я объяснил ему свою концепцию Вот уже месяц он держится Я этим горжусь Мы иногда переписываемся Так раз в два в три дня Месяца это мало Надо как минимум три месяца А потом уже Согласен Согласен То есть рецидив возможен Но я искренне надеюсь Что у него рецидива не будет Что он справится и победит У вас вера в ваших учеников Да Учеников Читателей Последователей Понимаете Хорошая книга Она меняет мировоззрение Хорошая книга Один из мах страниц Может изменить картину мира То есть хорошая книга Меняет мировоззрение Я стараюсь писать Такие книги Которые меняют мировоззрение Вот одна из самых сильных Моих книг Две у меня Самых сильных книги Они маленькие По объему Это почти брошюры Я их свободно раздаю в интернете Я против того Чтобы продавать знания Знания должны Вот книжные знания Должны быть открыты И свободны Если вы хотите купить Красивую книгу Красивую изданную Вы конечно должны За это заплатить Но если вы хотите ее прочитать Вы должны это получать Бесплатно и свободно Да простят меня Книжные Значит Издательские все деятели Вот они сейчас уже Почесывают кулаки Вы должны Да Это делать свободно Поэтому Я свои книги Свободно раздаю в интернете Всем желающим Мне могут написать, и я свободно высылаю все свои книги. В ВКонтакте, в Ватсапе, то есть как угодно. Я высылаю любую из своих книг, кроме некоторых, по которым были вопросы у некоторых структур. По некоторым моим книгам были вопросы, поэтому эти книги я не высылаю. Вот самое сильное – это твоя энергия. Это книга о том, как всегда быть энергичным. В секции бокса, куда я раньше ходил часто, сейчас редко, но иногда бываю, молодые ребята, с которыми я боксирую, называют меня «Энергайзер». Не мастер? Нет, «Энергайзер». Они не знают, кто я, во-первых, они не понимают, сколько мне лет. Если когда я привел сына в секцию бокса, я услышал от них, он рукопашник, слышал от них, крутой у тебя братан. То есть, понимаете, да? То есть, «Энергайзер» – как быть всегда энергичным, как наполнить себя энергией, как всегда просыпаться радостно и засыпать легко. Вот как таким стать, как это прочувствовать в себе? Вот эта книга – твоя энергия. Брошюра, короткая, четкая. Ни одного капли воды. То есть, полностью делай раз, делай два, делай три. Сегодня вам придется ее мне прислать. Да пришлю, конечно. Отлично. Да, я вам пришлю обязательно. Я выкладывал на странице, там внизу где-то, на странице ВКонтакте. То есть, вторая книга – это «Принцесса и дракон». Так. Это книга, скорее, философская. Вот она о особом мировоззрении, мировоззрении драконов. То есть, и она о том, как, собственно, что нужно сделать с собой, чтобы обрести некий смысл, глубинный смысл существования. Вот, смотрите, смысл существования, если мы возьмем большинство людей, то вот я вам приведу один пример. Смотрите, меня у Невского проспекта остановил на въезде на Невский проспект гаишник. Так. Я не помню уже по какому вопросу, но меня я ничего не нарушил. Я ему говорю, инспектор, вот вы понимаете, если бы вас, вы никогда не появились, мир бы не изменился. Он говорит, ну и что? Как? Вот смотрите, если бы не было Ницше, это был бы мир без Ницше, он мог быть лучше, мог быть хуже. Если бы не было Льва Толстого, Достоевского, мир бы не изменился, он был бы точно, он не был бы точно таким же. А вот если бы не было вас, инспектор, мир бы не поменялся. Но стоял бы здесь другой гаишник или вообще никакого. Он потом в него не выпрыгнул? Мир бы не изменился. Вот если бы, говорит, не было меня, это был бы мир без шлагтера, Это был бы мир без книг сверхчеловека Это был бы книг без бусидо сверхчеловека Без человека оружия Мир без шлахтера был бы другой мир Инспектор меня так посмотрел Это что, говорит, я какая-то совершенно бесполезная сволочь Вот я и думаю, что Нет, инспектор, у вас есть шанс изменить мир Он остался в таком шоке Я сел в машину, уехал, он стоит И вслед меня смотрит У него такая искренность в глазах Что я вспомнил фильм «Дом, который построил Свифт» Помните, когда полицейский выпустил этих людей Когда они прошлой жизни показали Я, говорит, такой же Стою на площади, значит, с дубинкой У меня жена Катти Похожая на нынешнюю Анне И вот так из жизни в жизнь Я понимаю, я не был каким-то важным лордом Но чтобы вот так из жизни в жизнь стоять на площади И он разорвал этот круг и вышел из него Вот, видимо, с инспектором Когда меня остановил, произошло нечто подобное Он тоже разорвал этот круг Он тоже что-то захотел Потому что видно у него на лице такое было Непередаваемое выражение То есть человек реально захотел сделать что-то Чтобы повлиять на этот мир Ух! Еще один вопрос по всей этой истории По спорту Какой у вас график? Я так и не могу понять Вы успеваете вконтакте разослать всем книги? Вы успеваете каждый день по 5 километров пробежать? Все время быть энерджайзером? И делаете силовые? И все подряд? Как вы все успеваете? Еще и работа основная Вы знаете, простят меня все посетители и хозяева фитнес-клубов Но я сторонник занятий на свежем воздухе То есть я выхожу в любую погоду От плюс 30 до минус 30 В минус 30 одетое тепло В плюс 30 одетое легко И я выбегаю и я бегу по улице Я прихожу на обычную спортплощадку Есть турнички и брусья Делаю силовые на них Я делаю приседания Немножко особым образом То есть придерживаясь руками Приседаю так, чтобы голени были вертикальны То есть я делаю обычно 3 по 100 приседания 3 по 10-15 подтягивания 3 по 20-25 отжимания на брусьях Считаю это вполне достаточным Иногда тяну шгуты дополнительно То есть резинки Вечером растяжки Они занимают минут 10 Утренняя пробежка 5 километров Это минут 30 Вместе с зарядкой минут 50 Это немного Ответить ВКонтакте Ну я отвечаю, я все время в телефоне Я поэтому выбрал большой телефон Чтобы жизнь в телефоне То есть я отвечаю все время Такой микс телефона-планшета То есть я отвечаю все время ВКонтакте Действий У меня очень много дел На самом деле у меня очень много дел У меня три вида деятельности Которыми я занимаюсь И плюс еще продвижение ЗОЖ Моя общественная миссия Плюс еще общественная миссия Общественная работа То есть много всего Очень много И суток мне не хватает Я все Когда люди говорят о проблемах досуга Я не понимаю У меня нет досуга Я не знаю, что это такое В свое свободное время я беру Я пишу новую книгу Например, сейчас я пишу книгу Школа мастеров По материалам Обучения Изучения цигун В детстве мне посчастливилось учиться У одного из мастеров Про него никто не знает Он не медийный Мы его все звали в детстве Дядя Чен Учились у него И сейчас я учусь еще у одного Тоже не медийного Когда я пришел к этому человеку учиться Он сказал Вы знаете, я никогда в жизни Ничего не преподавал Но просто я занимаюсь цигун полвека И начал немного понимать Что это такое И как это работает Вот мне посчастливилось У этого человека тренироваться Да, сейчас Вот я уже второй год занимаюсь у него Вот То есть Это Цигун – это целый мир Это работа с энергией Это работа со своим внутренним состоянием Это работа с дыханием С энергией То есть Это огромный пласт знаний Отнимает это время Тоже где-то Ну минут 30-40 У меня в день Где-то отнимает Каждый день Раз в неделю дольше Раз в неделю я занимаюсь часа два Может быть даже больше То есть я Работаю над собой Сплю я где-то часов 5-6 Больше у меня не получается 5-6 5-6 5-6, да И этого хватает Этого хватает Хочется, конечно, больше Но этого достаточно Для поддержания Нужного уровня энергии в организме Как утром себя пнуть в кровати После пяти часов сна Всего Я могу Для меня есть такой Автопинок Автопинок – это слова Моего инструктора В вооруженных силах Его любимые слова Которые стали для меня девизом Говорил Человек может все Вперед, обезьяны И обезьяны мчались вперед Доказывая, что человек может все Вот обезьянами он называл курсантов Учебного центра И теперь, когда мне нужно сделать над собой усилие Я говорю Человек может все Вперед, обезьяна И я двигаюсь вперед Вспоминая опять-таки фриврика Ницше Что такое обезьяна по сравнению с человеком? Посмешище и позор Что такое человек по сравнению со сверхчеловеком? Посмешище и позор И я не хочу быть посмешищем для самого себя, поэтому я встаю и иду бегать. И все-таки к Ницше вы возвращаетесь очень и очень часто, несмотря на то, что ваш сверхчеловек со сверхчеловеком Ницше почти ничего общего не имеет. Я немножко дополню. Как говорил в свое время мой покойный дед, Ницше это был великий поэт, которому так не повезло с поклонниками. Наш постоянный слушатель Ген Генныч. Ген Геннычу давайте привет передадим, потому что он великолепнейший вопрос задал. Приветствую, Ген Генныч, или Геннадий Геннадьевич? А вот он подписывается как Ген Генныч. Итак, вопрос. Курить, пить, это понятно, а как бросить, почему он написал, почему-то броситься, бросить с закоренелой ленью? Я в свое время обосновал именно теорию борьбы с ленью. Вернее сказать, не борьбы, с ней не надо бороться, ее надо правильно использовать. Существует четыре основных вида лени. Первый вид лени – это низкая энергия. Когда у человека просто нет сил двигаться, шевелиться, у него низкая энергия. У него не хватает сил ни на что, он может лежать и вяло двигаться, в крайнем случае. Это первый вид лени. Здесь очень важно привести человека к высокой энергетике. То есть, нужно научиться ему раскачивать психику, чтобы он мог взвинчиваться и тормозиться. Научить его управлять своим состоянием сознания, перевести его на осознанное пищевое поведение и на рациональные физические нагрузки. Мало того, нужно найти… Вот, скорее всего, первый вид лени – это когда человек гоняет дерьмо в башке. Не гонять дерьмо в башке. Это вот самое важное. Первое. Тогда человек с первым видом линии справится. Второй вид лени – когда человеку неинтересно заниматься тем, чем он занимается. Это второй вид лени. Ему интересно, он может часами заниматься какой-нибудь фигней, а вот тем, чем ему надо заниматься, ему лениво. Он это откладывает, откладывает, откладывает. Прокрастинация, откладывание. Это второй вид лени. С этим вторым видом линии можно бороться только одним способом – развитием волевых качеств. То есть, воля – это способность заставить себя делать то, чего ты не хочешь делать, чтобы получить то, что ты хочешь получить. Вот воля и самодисциплина, а это связанные между собой так вещи. Самоанализ, самоконтроль, самодисциплина, самовоспитание. Тема моей кандидатской в свое время – самовоспитание, психологические и акмеологические аспекты медитации как метода самовоспитания личности. То есть, медитативные практики как метод самовоспитания личности, работы над собой. То есть, второй вид лени преодолевается самовоспитанием. То есть, нужно именно целенаправленно работать над собой. Третий вид лени – это когда человеку лень получать знания. Он не хочет узнавать ничего нового, он не хочет ничему учиться, он не хочет изучать нам новые какие-то появляющиеся вещи, он не пользуется смартфоном, пользуется звонилкой. Почему? Потому что ему лениво, он не хочет этому учиться. Он не хочет осваивать ничего нового. Самый опасный вид лени. Он практически… ну, я не представляю, как с ним работать, с этим видом лени. Человек, ему что-то будешь объяснять, а ему неинтересно, он не усваивает, он не введет информацию. И третье, четвертое, наверное, самое такое смешное вид лени – это когда человеку лень что-то менять в себе, вот что-то улучшать в себе. Он доволен собой. Я такой, какой я есть. Да, да. Как я говорю, такого, какой ты есть, тебя примет только военкомат. Ну, как вот, то есть, сказала одна моя знакомая, эта фраза очень понравилась, такой, ну, везде примет только военкомат. То есть, вот, это вот, дело в том, что такой, какой мы есть, мы неинтересны. Мы интересны такими, какими мы можем быть. Мы интересны такими, что мы можем из себя сделать, сотворить из себя. То есть, вот, мне часто задают еще один вопрос. А есть ли судьба? Я говорю, судьба есть, но она, вот пока вы вот такой, ваша судьба вот такая. Вот вы стали вот таким чуть-чуть побольше, да, ваша судьба уже такая, у вас уже прямая линия, а не кривая вниз. А вот вы стали еще чуть-чуть побольше, ваша линия судьбы пошла вверх. То есть, меняя себя, вы меняете свою судьбу. Работая над собой, вы работаете над своей судьбой. Мало того, работая над собой и транслируя это вокруг, вы работаете с окружающим миром. Вы несете в мир идеи, коммуницируя с другими людьми Если вы несете слабость и уныние Ну тогда, значит, вы являетесь таким отрицательным фактором Если вы несете энергию, жизнь и стремление, мотивацию людям Значит, вы не зря живете на свете Так вот, с ленью, я опять вернусь к этому вопросу, ленью Надо выяснить, что это за лень, какой это вид лени И над ним работать Как правило, чаще всего встречается первый вид лени И тут не гонять дерьмо в башке Перейти к осознанному пищевому поведению Рациональным физическим нагрузкам И, значит, отказаться от всего, что не полезно Вот и самонастройка Научиться разгонять и тормозить свою психику Вадим, я понимаю, что данную информацию Вы ни в коем случае не имеете права распространять Но вот хотя бы вот все, что можно сказать Скажите, пожалуйста Вопрос такой С какими запросами к вам приходят на тренинги? Ну, я достаточно давно тренинги не веду Я работаю только индивидуально И с очень ограниченным кругом людей Меня интересуют только очень амбициозные люди Люди с незначительными амбициями мне неинтересны Так Вот, и массовые тренинги я давно не веду Я веду иногда большие мастер-классы То есть, когда меня просят С какого-нибудь большого интересного мне проекта Провести мастер-класс, рассказать что-то Я делаю Как правило, у людей несколько очень важных запросов Но запросы поменялись Люди имеют три категории запросов Первая категория Мы хотим быть Это самые интересные для меня люди Я хочу стать вот таким И каким ты хочешь стать И что ты хочешь сделать Я хочу обрести вот эти качества Я хочу стать таким Но это как раз те амбиции, о которых вы сейчас сказали Да, да Второе Я хочу научиться делать вот это Уметь вот это То есть, первые, которые хотят быть Вторые, те, которые хотят делать Это прекрасно Я хочу научиться выступать перед большой аудиторией Я хочу научиться воздействовать на кого-то Я хочу научиться легко и свободно знакомиться Обходить в контакт с людьми Прекрасно Это хочешь получить навык И третье Это те, кто хочет иметь Хочет иметь Как ничего над собой не делая Иметь полную записную книжку Доступных особей противоположного пола Как ничего над собой не делая Лежа на диване, слегка шевеляя правой ногой Зарабатывать горсточку денег Единицу ври И прочее, прочее, прочее Это те, кто хочет иметь Не прилагая к этому никаких усилий Не научиться делать Не научиться быть А просто научиться иметь И это самая примитивная категория людей Это то самое, что лично мне совершенно не интересно То есть, я могу выступить с каким-то мастер-классом То есть, я могу что-то рассказать Я могу что-то передать, какие-то знания Я могу замотивировать людей Но работать оптимальный вариант только индивидуально И только с людьми с настоящими большими амбициями И потенциалом Потому что амбиция это хорошо Но если у человека есть амбиция и нет потенциала Но для человека тоже не интересен Какая самая такая мощнейшая, не знаю, неординарная амбиция Шоковая, у нас же радиошок Шоковая амбиция была для вас, у ваших клиентов Один из моих учеников сказал Я хочу стать самым богатым человеком в мире И? Путь, иди Не совсем так Я некоторое время с ним вместе работал Он вышел на определенный уровень Достаточно такой серьезный уровень Вот Сейчас продолжает двигаться в ту же сторону Значит, вторая амбиция Я хочу стать самым главным На одной восьмой части суши А, вот так Да, вот один очень молодой человек сказал Я хочу быть лицом номер один в нашей стране Я сказал, ну, конечно, номер один ты не станешь Я так бы себя подумал Но, по крайней мере, в двадцатку ты можешь войти То есть, своих учеников вы не верите? Не во всех В этого ученика, я, скажем так В нем, я поверил в то, что он займет высокий пост Но в том, что он станет первым лицом государства У меня были определенные сомнения Вот, когда-нибудь станет То есть, у меня были определенные сомнения Лет через 30, 40 Но я думаю, что все равно, думаю, что вряд ли Но я же не могу корректировать ему его мотивацию Тогда я не мог корректировать То есть, если ты хочешь стать чемпионом У тебя есть шанс войти в тройку сильнейших Если ты хочешь войти в тройку сильнейших Ты не войдешь и в десятку У тебя задача стать номер один Тогда ты можешь стать номером 4, 5, 10 где-то Вот я в свое время тренировал человека, который стал чемпионом мира Значит, по одному из видов плавания У меня был свой тренер по плаванию, естественно Я его тренировал просто как психолог Мне самому была очень интересна эта задача И я ему сказал Представь себе, что в живых останется только тот, кто доплывет первым Всех остальных расстреляют Ты увидишь кровь в бассейне Ты увидишь плавающие тела, которых застрелили Тех, кто не был первым В живых останется только первым Ты должен это четко представить Вот они стоят автоматчики Которые расстреляют всех Кто пришел вторым, третьим, четвертым, пятым на дорожке И вот ты должен это ярко, четко представить Как раз перед тем, как будет выстрел И ты прыгнешь и поплывешь И он стал чемпионом мира Он уже к этому близился, но он стал чемпионом мира То есть вы зашли через страх Не через страх, через желание выжить Вот это, ну, он Это так называется Такой молодой человек, он очень такой, ну, самовнушаемый То есть он сам себе может внушить все, что угодно Вот, и вот он очень легко себе внушил это Что в живых останется только первый Рванулся вперед и поплыл И доплыл быстрее всех То есть это вот реальный факт Это было несколько лет назад Не будем разглашать его имя Принципиально никогда не называю имен тех, кто у меня обучался Вот, или обучается Но этим успехом я горжусь Скажите, а у вас было когда-нибудь, чтобы люди уходили с тренинга? Было, конечно, было По каким причинам? А причин тут может быть много Просто человек попал не туда, куда хотел Или получил неправильное представление Вот смотрите, если я увидел какую-то картинку Я хочу донести ее до вас Когда я увидел эту картинку И когда я ее воспринял То, что я вижу и то, что я воспринял Немножко разные вещи Чуть-чуть отличаются Я воспринял и облег в слова То, что я воспринял и облег в слова Отличается немного Я озвучил эти слова вам То, что услышал я Отличается от того, что вы сказали Эти мои слова вы трансформировали в картинку Та картинка, которая появилась у вас Она отличается от того, что услышали вы В результате то, что увидел я И донес до вас И то, что восприняли вы Это абсолютно разные вещи Вот человек пришел на определенные занятия С чем он пришел? По самовыражаться Доказать себе, что он ни на что не годен Или наоборот Он пришел чего-то добиться Он пришел что-то изменить в себе Или он пришел, чтобы не напрягаясь Пройти какой-то там путь Все зависит от очень многих причин И он пришел просто Ушел просто поняв, что он попал не туда Такое бывает Это как бы одна из причин По которым человек уходит А один раз молодой человек ушел И это был очень интересный момент Я рассказал притчу После которой он встал, поклонился и вышел Это притча о трех великих бойцах В одной восточной стране Проходили состязания бойцов Там были самые могучие воины со всей страны Судил состязания великий мудрец И после многих тысяч боев Он выбрал трех самых великих воинов И попросил каждого из них Рассказать, как он тренируется Поднялся первый Огромный, могучий, свирепого вида богатырей И сказал каждое утро Я встаю на восходе солнца Я разбиваю доски, камни, деревья Все, что попадется мне на пути На километр вокруг моего жилища Все обращено в пыль и щепки Прекрасно, сказал мудрец А как тренируешься ты? Поднялся второй Худой, аскетичный Больше похожий на монаха, чем на бойца Каждое утро, сказал он Я медитирую Я беру свое тело под контроль разума и воли И делаю его легким и быстрым, как сама мысль Прекрасно, сказал мудрец А как тренируешься ты? Спросил он третьего Поднялся третий По виду он был больше всего похож на самого обычного человека Если бы он не был победителем тысячи боев Никто бы не сказал, что это великий воин А я вообще не тренируюсь, сказал третий Я просто стараюсь присутствовать во всем, что я делаю Молодой человек услышал эту притчу Встал, поклонился и вышел Я думаю, ну, наверное, ему показалось неинтересным Мне кажется, наоборот Буквально проходит пара лет Я его встречаю Здравствуйте, здравствуйте У меня очень цепкая память на лице Я пообщаюсь с человеком Я запоминаю его, ну, очень на много лет Здравствуйте, здравствуйте Вы, когда ушли, да, мастер? Ну, меня мастер часто называют Я, говорит, ушел тогда Я говорю, почему? А я понял тогда самое главное Что мне нужно было понять Я говорю, объясните Он говорит, смотрите А у нас рядом был такой Мы остановились возле такой овощной ларек Он берет картофельную сырую Сжимает ее рукой И кашица течет между пальцев Я, говорит, присутствую в том, что я делаю Вот он ушел Поняв то, для чего он пришел Такие случаи тоже бывают иногда Вы выгоняли с тренингов? Не совсем Я рекомендовал иногда покинуть мои занятия Почему? Когда один человек каждый раз вскакивал И начинал рассказывать разные умные Свои умозаключения Вот, прерывая движение тренинга Я сказал ему О, великий мудрый учитель Ты слишком великий мудр Чтобы тратить свое драгоценное время На слушание такого слабого Неудачливого, неинтересного персонажа, как я Давайте ты сейчас, великий мудрец, уйдешь А потом я приду к тебе постигать Тайные мудрости твоих знаний Я говорю, давайте все поклонимся великому мудрецу И попросим его на счет покинуть нас Потому что лучи его мудрости ослепляют наши слабые разумы Вы ему поклонились, и он ушел Спасибо, я себе это на заменочку возьму Как грамотно послать человека Великолепно Сейчас куда ни плюнь, везде тренера Их очень много стало Как вы к этому относитесь? Я написал, уходя из тренинга Вообще из инфобизнеса Уходя из тренинга 8 лет назад Я написал статью Статья называлась «Купи говно» Или «Почему для меня слово инфобизнес звучит как Вы запретили материться» В общем, твою мать То есть, вот «Купи говно» Или «Почему для меня инфобизнес звучит как твою мать» То есть, и картинку, которую я к этой статье поместил Это огромное количество клоунов Фестиваль клоунов То есть, развелось неимоверное количество тренеров Причем, гуру от инфобизнеса С которым я беседовал, ну, в этой статье Мне говорят «Вадим, такие тренеры, как ты, это прошлый век Не надо ничему никого учить Чем тренер более жалок, никчемен и неинтересен, тем лучше И, значит, главное правильно продавать его Они сейчас не говорят «интересный», даже «востребованный» не говорят Они говорят «продаваемый» тренер Даже говорят «придумайте, что не надо, ты уже давно все придумал Понимаешь, Алексей, я себя ощущаю некой грядкой На которой вырос отвратительный и уродливый цветок российского инфобизнеса То есть, что мы не возьмем Возьмем тренинги по целеполаганию Они все выросли из 10 правил достижения цели по шлахтеру 10 правил я опубликовал в 2003 году, если не ошибаюсь, у себя на сайте Значит, сосредоточься на главном, отсеки лишнее Концентрируйся на цели Любое явление события преломляет через призму Как это ведет меня к цели, ну и так далее То есть, я 10 правил расписал Если мы возьмем жесткие переговоры Кто сейчас только не ведет переговоры? Ну, мне доводилось переговариваться с кем угодно От представителей различных силовых ведомств До представителей, как это тогда говорили в 90-х Неформальных силовых структур То есть, мне со всеми приходилось разговаривать Мне приходилось договариваться с людьми Я понимаю, что такое жесткие переговоры У меня был тренинг «Жесткий разговор» Это был, по-моему, начало 2000-х Кому не лень уже ведут переговоры? Человек, который к переговорам никакого отношения не имел Никогда Его просто поставить к синелапам В смысле, я хотел сказать, представителям криминальной среды Да, вот его поставить к представлению криминальной среды У него же жидкий кал будет И он туда же учит людей вести переговоры Таких много, таких полно Тема отношений Когда-то два автора написали замечательную книгу Книга называется «Брачные игры» Вадим Татьяна Шлахтер Написали анализ такой четкий Почему вообще расстаются люди? Почему? Как вообще находить то, что вам нужно? Кто только тему отношений уже не задействовал? В 2011 году я разработал программу «Нетворкинг» Я прочитал книгу «Мегатенденция» Это она, я знаю, в 1982 году Какой-то американец, не помню, как его зовут Вот, прочитал книгу «Мегатенденция» И я взял это слово «Нетворк» Сеть, которая работает «Нетворкинг» — первая моя тренинг И спустя лет пять Меня пригласили на тренинг Который ведет какой-то Пипкин Или там Пинкин, не помню уже, как его зовут «Нетворкинг» Полностью моя программа 2011 года И плюс еще картинка даже та же, что и у меня Там человечек, рука двигает на доске фигурки в виде людей Вот То есть, фактически, куда ни плюньте Вы везде увидите разработки шлахтера Вот этот гуру от инфобизнеса говорит А нам придумать ничего не нужно, Вадим Ты же все придумал Просто мы рассказываем Например, берем тренинги по целеполаганию Каких великих успехов к своим 22 годам достиг тренер Пипкин? Например Или Пупкин Каких великих успехов достиг? Если будут говорить Ты подождите, это же шлахтер в 90-х годах еще разрабатывал в конце 90-х Просто не обращать на это внимания И дальше рассказывать Значит, сосредоточиться на вот именно этом То есть, тренерство превратилось в какое-то браконьерство Я не знаю Поэтому я ушел из вот этого А вы не думаете, что вы в этом виноваты? Что я создал вот это удобрение для всех Ну, вы же сами распространяете так легко свои книги Да Но, опять, я удивляюсь, когда я натыкаюсь на продажу моих книг Мои книги продают Ну, в смысле, в буквоеде, допустим, они есть Да бог с ним, буквоеде Их продают в электронном виде Я их раздаю свободно А кто-то их продает Это я видел, да Да Я в шоке Да, в формате нашей передачи Да, я в шоке Как? Зачем люди покупают, если их можно свободно, бесплатно скачать у меня? Я просто говорю, я их раздаю Я их выкладываю в группах своих Это свободно Если мне пишут Вадим, пришлите мне свои книги Я высылаю свои книги сразу же, охотно Чем больше люди их читают, тем лучше Но неимоверное изобилие тренеров Их вопиющее невежество и некомпетентность И непрофессионализм Приводит иногда меня в состояние Так, заменяем слово Я в афиге, да? В шоке Я поражен Я удивлен, да Знаете, мне в этом плане очень понравилось По поводу замещения нормативной лексики Американский перевод Челябинский метеорит был Челябинский Рабочие настройки комментируют падение Челябинского метеорита Перевод на английский и с английского Афрат на русский Я удивлен Я еще больше удивлен Мое удивление безмерно Давайте уйдем отсюда Мне здесь некомфортно Это, наверное, какие-то совокупленные военные Устроили какой-то, значит, неприличный запуск ракеты Нет, наверное, это какие-то зеленые человечки-пришельцы Спустились с неба И, наверное, они сделают что-то плохое со всей землей И все это на фоне слышных позади комментариев на русском языке То есть, настолько великолепно это замещение нормативной лексики, что просто чудо Вернемся к так называемым инфо-цыганам Сейчас это очень молодое слово И на законодательном уровне уже думают их брать под колпак Как вы к этому относитесь? Нужно ли запрещать? Вы знаете, запрещать ничего, на мой взгляд, неправильно Нельзя То есть, то, что не нарушает закон Не нарушает закон Ну, запрещать, наверное, неправильно То есть, если я убежденный противник алкоголя То я не считаю, что запретить алкоголь Это будет правильно То есть, наверное, это будет неправильно Лучше отучить людей идти туда, где им вольют в уши дерьмо То есть, вот это будет самое правильное Отучить людей от этого Первое на первое Нужно смотреть, кто этот человек Имеет ли он какое-то научное звание Ученую степень Да, в той области, в которой он что-то говорит Ну, например Девочка пишет Я удачно вышла замуж Я занимаюсь любимым делом Я сижу в соцсетях Зарабатываю деньги Если вы хотите научиться тому же самому Приходите ко мне на занятия Мин, пардон, а что она достигла? Удачно вышла замуж Молодец И то, кстати, не факт Потому что в браке она всего год Где-то лет только после 80 Станет понятно, удачно или неудачно Дальше, значит, сидит в соцсетях Занимается бизнесом Зарабатывает какие-то там горсточку денег Ну, хорошо, да, молодец Но что здесь? Чему здесь куча-то человек? Учиться, на мой взгляд, следует только тому Что изменит тебя в лучшую сторону Что сделает тебя более сильным Адаптированным, успешным, деятельным Или придаст тебе какие-то навыки То есть можно идти за навыком Например, да, там изучение языков Вот изучение языков тоже очень интересная тема То есть я изучал языки достаточно серьезно Я разработал даже целую методику В свое время изучения языков Ее используют в некоторых государственных учреждениях Эту методику Вот Она достаточно быстрая, достаточно эффективная Вот Я, ну, более-менее свободно Говорю на трех языках Кроме родного И еще более-менее парочку Языков более-менее То есть И как технологии изучения языков Да, этому можно учиться Хотя здесь тоже инфо-цыган Очень много в этой теме языковой Да Можно изучать какие-то навыки Но, скажем, навык ведения бизнеса Безусловно, это нужно Нужно знать основы Нужно знать основы Нужно понимать, как вообще все это работает Поэтому к тем, кто ведет, обучает ведению бизнеса Это тоже мне понятно Как выбрать свою нишу Как в ней там заниматься, работать Но это должны быть люди, которые понимают, о чем вообще говорят Управление финансами Когда человек управлять личными финансами Учит, не имея экономического образования У меня это вызывает улыбку Да, то есть Ну, конечно, инженеры у нас на все годятся Это понятно Но когда человек без высшего экономического образования Объясняет, как управлять финансами Ну, это тоже, это немножко недоумение вызывает Но таких вещей очень много Понимаете, очень много Мне кажется, что Может быть, какое-то Но сертифицирование у нас в стране Любое превратится во что? В дополнительное взимание денег Да, то есть И опять у нас самые сертифицированные Будут самые некомпетентные Вот Может быть, ограничить тех У кого нет ученой степени в данном профиле Например Чтобы все занятия, поведение бизнеса Мог вести только кандидаты экономических наук Ну, не больше, не меньше Хотя, с другой стороны У самых корифеев бизнеса У них даже высшего образования не было Вот я тоже подумал Ну, тогда, может быть Пускай ведут те, кто в бизнесе преуспел Хотя им зачем эти тогда тренинги Когда они преуспели в своем бизнесе? Есть только запрос обучать? Да нет Тут просто Зачем им плодить конкурентов? Вот Зачем плодить конкурентов? Здесь, скорее, другое Потребность делиться знаниями Скажем Запретить вести тренинги По ведению бизнеса Тем, у кого нет миллиарда долларов Вот от миллиарда и выше Пожалуйста, ведите занятия До миллиарда Ну, работайте пока над собой Если вы хотите вести бизнес Скажем Психология то же самое А там Ну, с спортом Трудно сказать Вот одна из идей замечательных Моего друга очень хорошего Он Депутат Сергей Вострецов Мой хороший друг У него была идея Я эту идею подхватил Просто на щите у себя написал Значит, идея такая Спортплощадка в каждом дворе Плюс Тренер Общественник К каждой спортплощадке Вот смотрите У нас великолепные спортплощадки Они пустые Я тренируюсь утром Никого Я один Знаете, меня в свое время шокировало Это был год 2013-й или 2014-й Я был в Махачкале Меня потрясла Очередь на турник Вечер Пять турников Человек 30 мужчин во дворе Молодых Взрослых Совсем взрослых Кто-то подтягивается Делает подъем переворотом Выходы силы Остальные там разговаривают Смеются Вот он закончил Спрыгнул Следующий заскочил Он встал в конец очереди И вот очередь на турник У нас такого нет Вот это надо воспитывать Хороший тренер-общественник Он привлечет Чтобы пожилые люди Делали зарядочку Дети во что-нибудь играли Спортивное, динамичное Молодые подтягивались Отжимались Да, то есть Приседали То есть вот что необходимо И вот когда Сергей Эту озвучил идею Да, я просто сам Загорелся этой идеей Я считаю, что вот это то Что должно быть Тренеры-общественники Которые будут Пусть в основном На общественных началах Пусть какие-то деньги Там платят город небольшие Там Пусть Ну или там город Или там область Не знаю Пусть они будут Пусть они призывают Людей тренироваться Если Этот тренер Будет интересным Харизматичным Или интересной Харизматичной Тренироваться будут Будут дети Будут пожилые Будут молодые Людям надо прививать Это, передавать Еще несколько вопросов Сразу Ну это не совсем Блиц Но Хотелось бы Быстренький ответ Потому что у нас уже время Аскетизм В жизни Вашей Какой он? Вопрос Он присутствует Аскетизм? Что понимаете По аскетизму? Отказ от чего-либо Хотя это очень-очень-очень хочется Отказ от всего Что не полезно Отказ от всего Что не полезно Я приучил себя Любить то, что полезно И не любить то, что не полезно Вы кошатник? Да Сколько у вас кошек? Три Моих И одна еще приходит Поесть и поспать на веранде А три моих Они живут У меня в загородном доме Я против животных в доме Поэтому они только в холл Иногда допущены Вот в основном Они живут на веранде На теплой веранде Они свободно входят Выходят Бегают по территории А собак есть? Собак нет Не было никогда Я хочу завести собачку Такую Чтобы она могла жить В теплой будке То есть вот на улице Теплая будочка Ну утепленная То есть без отопления Просто утепленная будочка Чтобы у нее была такая шерстка Чтобы она могла жить в будке Чтобы она была небольшая Ну большие собаки Как-то Ну у меня вызывают Какую-то настороженность Бойцовые или какие-то Еще такие собаки Вызывают настороженность Потому что она была небольшая Могла жить в будочке И была добрая Задача собаки В доме Ну в большом доме На мой взгляд На большом участке Это Не вступать в бой Столкновения А при появлении Каких-нибудь там Посторонних Нехороших людей Поднять шум Тогда хозяин выйдет С двусловкой На балкон Посмотреть Что там произошло Вот Вот задача собаки Не вступать в бой Столкновения То есть Какую-нибудь небольшую собачку Мне сказали Что больше всего К этой роли Подходит корги Вот она И шпатшорсток У нее густой Она может быть В теплой будочке Спать И она такая хорошая И они добрые собачки В то же время Могут шум поднять Кто ваш учитель? У меня много учителей Я очень много людей Учился Самый главный мой учитель Это величайший мудрец Всех времен и народов В звании гвардии капитана То есть Это мой инструктор В вооруженных силах У меня в книге Боевая машина Есть Приводятся диалоги Великого мудреца В звании гвардии капитана И курсанта шлахтера Например Замечательный диалог Курсант шлахтер Я тебя обязательно сдам В дурдом Товарищ капитан Там нас с вами И оставят Ну и таких Полностью такой Ну и весь цикл Диалогов То есть Это вот человек Мой инструктор В вооруженных силах Изумительный Совершенно уникальный Человек Совершенно Это один из моих Учителей Рамиль Измайлович Бехметов Человек Который учил Меня Махать Острым режущим Предметом Татарская школа Ноживого боя Удивительный Совершенно Человек Не позавидовал Бы его врагам Вот То есть Тоже Назвал бы Учителем Я учился У самых разных Людей Но Тема Скажем Многие из них Являются руководителями Некоторых направлений Религиозных конфессий У этих людей Я тоже учился Вот Шаман Дедушка Урпиул Мне тоже Посчастливилось Какое-то время Учиться у него Мне посчастливилось Учиться Работе с персоналом У человека Который был Начальником отдела кадров В крупной компании Где я был Советником по персоналу Человек этот Много лет Возглавлял отдел кадров Управления Федеральной служб безопасности И потом Возглавлял отдел кадров В этой крупной компании Крупном холдинге Это человек У которого я реально Учился работать с персоналом Я не буду называть его фамилию Как бы Он не публичная личность Но в своей книге Как поиметь мир Я его благодарю Я его благодарю За бесценные советы Что вы читаете? В данный момент Вообще В целом В среднем Я очень люблю Когда у меня есть время Жанр фэнтези Я очень люблю Читать про тайные общества Я очень люблю Китайскую классическую философию Вот на конференции Значит Научно-практической И экономической конференции С китайскими партнерами Я сорвал аплодисменты Стоя Мне аплодировали Представители Китайской народной республики Стоя Меня попросили выступить Я выступил Рассказал о восхищении Перед необыкновенным ростом Китайской экономики Я говорю Ну даже не это главное Я являюсь Давним поклонником Китайской классической философии Я зачитываюсь Рассказами Пусун Лина И много лет изучаю Цигун Китайская делегация Мне аплодировала Оба консула Которые присутствовали Китая Подошли Оставили мне Свои визитные карточки То есть Вот это как раз Вызвало У китайской делегации Ну Скажем так Очень позитивную реакцию И последнее На сегодня Философский вопрос Зачем мы приходим В этот мир? Я думаю Что Кто-то приходит В этот мир Чтобы Выпить Цистерну Разных жидкостей Съесть эшелон пищи И износить 500 пар обуви Умирая Гордиться Что содействует Развитие обувной промышленности И Значит Пищевой промышленности Кто-то пришел В этот мир Для того Чтобы улучшить его Кто-то пришел В этот мир Чтобы оставить Шрам на морде И в истории Как говорил В свое время Один из революционеров Оставить шрам на морде И в истории Кто пришел Для чего Но Я вам скажу Для чего существует На мой взгляд Человечество Вы будете удивлены И может быть Даже разочарованы Когда-то На земле Было много Свободного углерода В воздухе И Был высокий Радиационный фон И Жизнь Разрасталась Каждый день Появлялись новые виды Огромные ящерицы Ползли по земле В небо Взмывали Насекомые С трехметровым Размахом крыльев Жизнь Кипела на земле А потом Жизнь стала угасать Исчез углерод Из атмосферы Снизился радиационный фон Так вот Может быть Такое Что человечество На земле Появилось Для того Чтобы Вернуть свободный углерод Обратно в атмосферу И поднять радиационный фон Чтобы жизнь на земле Возродилась Как в юрском Или меловом периоде То есть Несколько десятков Чернобыля и фукусим Значит Сжечь побыстрее Всю нефть Газ и уголь Чтобы все вернулось Обратно И тогда Поднимется температура Значит Поднимется уровень воды В океане И жизнь возродится на земле И будет опять кипеть Не вымирать новые виды А появляться новые виды Может быть И в этом назначение человечества Такой вопрос философский Вам Друзья мои Ответы на вот этот философский вопрос Вы пишите в комментариях К этому видео И плюс ко всему Прям в комментариях Можете написать Хочу книгу И мы обязательно С Вадимом Вам отправим Все книги Которые В открытом доступе И можно будет почитать От Вадима Шлахтера Что на прощание Я готов сказать Дорогие друзья Приближайте Совершенный мир Совершенных людей Откажитесь от Вредных привычек Делайте то что полезно И не делайте того Что не полезно Вот такие вот слова Вам в начале недели Дорогие друзья С вами был единственный В Петербурге Дрещава Ведущий со спортивной фамилией Алексей Бегун Ну все Всем пока пока Прощаемся Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok